И пока это все новости о спортивных событиях узнаем прямо сейчас. В эфире ко мне присоединяется Евгений Евневич. Женя, здравствуй. До универсиада осталось всего 5 дней. С каждым днём становится всё жарче. Может быть, потому что огонь универсиады всё ближе. Где он сейчас? Здравствуй, Эльмира. Да, так оно и есть. Огонь всё и приближается, Казань и приближается. Сегодня, например, он побывал в Болгаре, Алексеевском районе и Базарных Матаках. Ну а где его ждать завтра, узнаем буквально через несколько мгновений. Накануне за океаном завершился драфт Национальной хоккейной лиги. Лучшие команды Северной Америки занимались рекрутингом главных талантов спортивного мира. В итоге кадровый резерв клубов пополнился сразу 8-ю россиянами. Причем двоих выбрали в первом раунде. Гроза к Барсу. Валерий Нечушкин в Анхейл сыграет за Даллас, а Никита Задоров за Баффало. Отметилась и татарстанская школа хоккея. Вновь, как и годом ранее, отличился нефтехимик. Воспитанники нижнекамцев Богдан Якимов и Эмиль Галимов заинтересовали Эдмонтон и Сан-Хосе, соответственно. Причем в стайне Оллерс уже успешно выступает первый номер драфта 2012 на Ильи Купов. Тем временем у футбольного нефтехимика появился главный тренер. Как известно, несколько недель назад Дмитрий Агай покинул нижнекамцев. И в товарищеском матче против сборной Японии нефтяники выступали номинально безрулевого. И вот вакантное место заняла легенда татарстанского футбола Рустем Хузин. Экс-капитан Рубина в минувшем сезоне довольно успешно руководил пермским Амкаром. И избежал с командой вылета из премьер-лиги, несмотря на финансовые проблемы уральцев. Волейбольные коллективы Казани между тем узнали своих соперников по групповому раунду Лиги чемпионов. Девушки из Динамо в главном турнире Старого Света сразятся с польским клубом Таурол, с Тинтой из Румынии и швейцарским Валеро. А вот к мужчинам жребий был менее благосклонен. Группа смерти именно так уже окрестили квартет Зенита помимо Казанца. В нем сыграют новосибирский локомотив, действующий обладатель трофея, грузовый призер чемпионата Италии Мочерата и чемпион Австрии Пассажильница. Поготовку к сезону гладиаторы начнут уже после универсиады. Причем проблем с усталостью именно то, на что сетовали после Олимпийского Лондона у казанцев не будет. Ни один игрок Зенита в студенческую сборную России не попал. Напротив, Казанским стал костяк национальной команды по хоккею на траве. Уже завтра сборная под руководством Арайка Маргаряна заселится в деревню универсиады и будет готовиться к старту игр на домашних соревнованиях. От наших ждут только первого места. Причем ожидания оправданы. На недавнем турнире четырех в Калантаево россияне стали первыми, одержав две победы в трех поединках. Команда постепенно набирает обороты. Я чувствую, что есть потенциал, но, к сожалению, времени на подготовки нет. Мы уже задачу поставили. В «Эльтростраде» сейчас международный турнир был. Задачу поставили, только первое место. Мы можем, мы это нам по силам. Будем надеяться на это. Отмечу, что первый матч на универсиаде команда России сыграет 8 июля в 16.30 против сборной Италии. Ну и, наконец, о главном. Огонь будущих игр продолжает свое путешествие по Татарстану. В эти минуты заветное спортивное пламя в Болгаре. А чуть раньше он побывал в Алексеевском и Базарных Матаках. Завтра же его ждут в Тетюшах, Старом Дрожженом и Буинске. Столицу огонь универсиады прибудет в день открытия 6 июля. Торжественное зажжение факела игр состоится в чаше новой Казан-арены.